Ну идите и не запитайте, да что дали, да ехать, что дали, да ехать. И тебе сами мне это рассказывать, я бы в школе рассказал. Последний вопрос хочу задать. Смотрите, ну на личностном уровне понятно, как себя защитить, все понятно. Но глобально, да, вы же уже идете, как бы понимаете, что, ну, знаете, что мы отбились, там, отбились, но система не меняется, да? Я так понимаю, что поменять систему, самая главная, самая главная, как сказать, организация, которая может дозреть, это громада. Я так понимаю, правильно? Не, ну громадин это один человек, он может себя защитить, но он ничего не может сделать. Но если громада, ее же можно организовать. Ну, от меня это не сказали, девочка, то вот. Ну, хорошо, он может себя защитить, там еще кого-то. А вот громада, это вот организация, которую... Смотрите, мы за 5 лет заставили всю державу поперить в процессе. И это может одна людина, 2, 3, 10, он может сделать вечер, просто, понимаете? Навіть одна людина багато чего может сделать. Это громада, это громада, территориальная, ну или какое-то село возьмем. Значит, послушайте, в Польщі зібрались просто розумні люди, створили рух солидарности, зробили. Это не была вся громада. Это были просто порядные люди. Это один вариант. Мы в Украине рассчитываем на другой вариант. Чего? Того, что мы увидели, что поляки потроху продают землю, а это очень небезопасно. И мы уже 5 лет, 6 лет ездим, так очи в очи все рассказываем. Для чего? Для того, чтобы вы понимали, что не дай Боже вам проговорить, что не дай Боже принимать участие в том, чтобы продать землю. Потому что нет земли, нет государства. Значит, это основа, это фундамент, как будинку, фундамент, так основа державы, это земля. Значит, и в Украине мы рассчитываем на то, что это будет трошечки по-иншому. Мы сейчас очень много ведемо разъяснение работы, и что каждый громадянин долучится до этого процесса, разъяснение всем, как я говорю, я до этого часа знала обовязок свой, выполнила, а теперь вы обязаны. Вы про это знаете. Можно договорить? Значит, вы можете это делать особисто, через инициативные группы, через территориальные громади, через политическую партию, которая возьмет в свою программу оценивание конституционного ладо. И, наконец, хоть один раз напишет программу экономического развития, потому что программа экономического развития, это программа господинской деятельности. Что вы будете делать? Они же на что пишут программу? Слова, 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 слова. А в программе повинно быть. Вот у нас есть национальное богатство, столько-то. Через пять лет, когда наш президент там выйдет, что в Верховную Раду, его будет там два раза больше. Чего? Первый, второй, третий, четвертый. Побудуем такие предприятия, такие доходы будут складывать столько-то и так далее. Это программа экономического развития. И это единственный метод снизу и сгори сделать одночасно. Отдай, пожалуйста, слово. Ну правда.